МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайная ситуация на телеканале Беларусь-4. Безопасность на воде. В центре нашего внимания сегодня. Лето пора, когда хочется больше времени посвятить отдыху и развлечениям. Но только те, кто отвечает за охрану жизни людей, знают цену беспечным летним забавам. В этом выпуске программы «Чрезвычайная ситуация». Мы поговорим о том, как не пополнить печальную статистику несчастных случаев на воде. Звучит жестко, но поверьте, еще жестче звучат факты из ежедневной сводки сотрудников о свод. Они свидетели счастливых спасений, нелепых травм и трагедий. Отдых возможен только там, где безопасно. Но как быть, если человека тянет на приключения? Кто тогда в ответе за жизнь и почему иногда моменты радости превращаются в большое горе? Купальный сезон 2017 открыт. 54 пляжа в Гомельской области подготовлены для отдыха. На 43 из них ведется круглосуточное наблюдение работниками о сводах. Но только 34 зоны с пляжным песочком полностью безопасны. Остальные еще в стадии завершения выполнения этих работ. То есть они должны провести как санитарное обследование, как вода, так и самих пляжей, песка, берутся анализы. Ну и вся электроткура, которая должна быть на пляже, начиная от питьевых фонтанчиков, туалетов, раздевалок, теневых зонтиков. Ну и там есть целый перечень вопросов, которые должны администрации района выполнять перед началом купального сезона. Один из наиболее важных факторов безопасности – обследование водной акватории и пляжа. От чистоты дна прибрежной территории в буквальном смысле зависит жизнь и здоровье отдыхающих. Нет, обязательно нужно идти в места, где не было обследования проведено водолазами нашей области, где стоит опасность. Представляете, такие большие камни лежат на дне водоема, и ребенок по этим камням лазит. Малин оступился, поскользнулся, с камешка с этого, нога попала в камень. От болевого шока ребенок падает в воду и может в лучшем случае получить травму. Не говоря уже о том, что если рядом нет взрослого, он может и утонуть. Однако наших людей просто тянет на экстрим. И в этом они проявляют всю мощь своей фантазии. Трамплины и тарзанки – самые опасные самодельные аттракционы. Отдыхающие не ленятся тратить на их возведение силы и время. Главное – это ощущения, которые позволяют выплеснуть адреналин и дарят радость. О том, что такие трамплины могут быть смертельно опасными, мало кто задумывается. Это очень опасно. Особенно трамплины. Особенно, когда дети, бывает и взрослые подкидывают своих детей, вот становятся вдвоем, мы, наверное, замечали, когда вот так скрещивают руки, становится там ребенок на руки, они его раз, два, три, на счет три подбрасывают вверх, ребенок подлетает и втыкается, что в грунт. Потеряет, значит, сознание, получая травму позвоночника. И если это находится на течении, то его уносят с течением. Это была, если кто-то находится рядом и может оказать ему помощь, доставить там в больницу. Но мы можем часто видеть людей, которые передвигаются на колясочках. Это из-за травм позвоночника в основном происходит. Кроме охраны официальных пляжей, работники освода регулярно патрулируют водные окрестности всех районов Гомельской области. И борьба с такими конструкциями – приоритетная задача. Порой построенные с усердием трамплины приходится разбирать по несколько часов. Попробуем? А? По-моему, получается. Примеров, когда именно родители могли бы помешать утоплению детей, множество. И всегда беспечность, халатность и безответственность становились причинами трагедии. В Беткомском районе выехали двое детей, двое малолетних детей остались без присмотра. Пришли к реке, сыграя с собачкой. А приемная мать и ее молодой человек находили, занимались своими делами на даче. Дети остались без присмотра. Когда охватились, пришла собачка уже домой, а дети не пришли. Начались поиски детей только через сутки. Далеко от этого места, вниз по течению реки, были обнаружены дети. За последние 9 лет количество случаев трагедии на воде в Гомельской области было самым минимальным в республике. В 2015 году утонуло 40 человек, а в 2016-м – 27. В начале нулевых регистрировалось до 400 случаев гибели людей на водах. Сегодня этот показатель удалось снизить в 10 раз. В 2017-м, к примеру, утонуло только 9 человек, 5 из которых – рыбаки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. В конце этой весны незаконная рыбалка в Лоевском районе стоила браконьеру жизни. Мужчине не исполнилось и 33-х лет. За сутки до своего дня рождения он утонул. Страшно, когда люди в самом расцвете сил. 30 лет, 25 лет погибают из-за той глупости, что они не соблюли правила и не одели спасательный жилет на себя. Ситуации самые различные бывают. Бывает лодка прокидывается, бывает и пассажировая вместимость увеличена в несколько раз вместо положенной нормы. Как ни странно, но браконьеры в зоне повышенного риска. Они часто выходят на воду на самодельных лодках, совершают вылазки ночью в одиночку, не заботятся о личной безопасности и, что еще хуже, занимаются любимым промыслом под шафе. Вы считаете, что ваша лодка безопасна в нахождении на воде? Для меня она всегда отреклась. Я сейчас лет не стою к вам. А вы знаете, что уже в этом году три человека поднялись со дна, которые рыбачили на таких же лодках? Только за последнюю неделю в Гомельской области работниками освода вблизи водоемов были спасены трое нетрезвых мужчин. Таким людям, как правило, везет, если они купаются в районе наблюдательных постов. Шанс, что их вытащат живыми из воды, равняется 90%. Но бывают примеры, когда даже спасатели бессильны. В этом году уже несчастный случай, когда мужчина до этого 18 и более раз привлекался за употребление спиртных напитков к административной ответственности, упился до такой степени, что свалился в это озеро на Фадеево-Чапаево и утонул. Это как бы тоже не вина свода, хотя оно у нас по статистике и проходит как утопление. Но это вина этого человека, который потерял над собой контроль из-за того, что постоянно находился в стадии алкогольного опьянения. Как говорится, хочешь подбросить работу водолазам, можешь не бояться купаться на нетрезвую голову. И вот эти нелепые гибели, особенно когда люди находятся в состоянии алкогольного опьянения, а из шести случаев этого года пять находились в нетрезвом состоянии. Пять человек погибло, находясь в нетрезвом состоянии. То же даже если бы они находились в трезвом состоянии, то возможно что-то их бы остановилось. А находясь море по колено. Как ни странно, но по статистике часто тонут и те люди, которые излишне уверены в своих силах. Они делают заплывы на дальнее расстояние, невзирая на силу течения реки и глубину водоема. Перегрелся на солнце, стало плохо, потерялся здание, ушел под воду. Как правило, бывает, заплывают забуи, и этого тоже не следует действовать. Потому что все, что происходит за буями, уже не обследуется ни дно, ни те люди, которые катаются на гидроциклах, на скоростных катерах, лодках. Можно попасть под эту лодку, получить травму и утонуть. А ведь правила безопасности на воде продиктованы не безудерной фантазией буквоедов, а не взяты из жизни. К примеру, собираясь на пляж, каждая вторая семья берет с собой надувной круг или матрас для детей. И далеко не все родители задумываются, насколько опасными бывают эти плавательные средства. Впрочем, таковыми их даже нельзя назвать. Иногда задают вопрос, а на чем можно плавать? Надо плавать на том, что называется плавсредством. То есть лодки, катера, байдарки. Вот это значит плавсредство является. На них можно плавать. А матрас, он и есть матрас. Хотя некоторые заявляют, почему их продают матрасы? Почему на них нельзя плавать? Почему нельзя вдвоем на матрасе? Ну, еще один пример такой же по Ветковскому району, когда в прошлом году мать, желая предоставить удовольствие своему ребенку, 12-летнему, взяла девочку, хорошая девочка, и училась хорошо, и все, взяла на матрас. Ну, ребенок соскользнулся и упал в воду. Везде глубина, в этом месте реки, где-то от метра до полутора, а в том месте, где она соскользнула с воды, глубина до 8 метров. Яма. И только водолазы потом подняли этого ребенка. Не всегда то, что приятно и приносит удовольствие, безопасно для жизни. Об этом должен помнить каждый, кто собирается отдыхать у воды. У спасателей есть одна популярная поговорка. Еще ни один водолаз не вытащил на поверхность утонувшего, одетого в спасательный жилет. Люди порой сами виноваты в своих бедах. Иногда из-за беспечности, иногда по незнанию, а бывает из-за намеренного пренебрежения правилами безопасности. Часто молодежь демонстрирует таким образом свою смелость. А может, глупость? Посудите сами. Такого количества экстремальных, сумасбродных аттракционов, которые люди устраивают на воде, нет ни на земле, ни в воздухе. Чего только стоят ватрушки, привязанные к гидроциклам. А скольжение на ногах без лыж или прыжки с мостов или сооружений. Иногда кажется, что люди соревнуются в своих идеях, а потом долго за них расплачиваются, восстанавливая утраченное здоровье. Хорошая компания, крутое плавсредство, мощный мотор и поволока в глазах от пива. Сегодня это основные компоненты традиционного отдыха на воде. Но сотрудники инспекции по маломерным судам знают немало примеров, когда в состоянии опьянения, либо без навыков вождения, люди не только падали с лодок и тонули, но и совершали ВТП – водное транспортное происшествие. Несколько лет назад в Рогачевском районе неопытный гидроциклист на озере с небольшой площадью водной глади протаранил катер. Мы находились в движении. Ну, конечно, при разбирательстве оказалось, что у водителя гидроцикла не было документов на право управления. Может, и не имел он таких навыков практических, чтобы справляться с гидроциклом. Сами понимаете, гидроцикл – довольно мощная техника, скоростная. И при расхождении судов не собрали дистанции, маневры, и произошло столкновение. В результате чего судовладелец и судоводитель второго судна, который на катере был без спасательного жилета, выпал за борт, был в состоянии алкогольного опьянения, как потом показала экспертиза, и утонул. Вода не прощает ошибок. Но самое обидное, что иногда люди гибли из-за того, что доверили своей жизни другим. Вопиющая халатность и грубое нарушение правил владельцам надувной лодки, который катал людей на озере Белом Житковичского района в июле 2013 года, унесли жизни пяти человек, из которых двое взрослых и трое детей. Мало того, что мужчина перегрузил моторную лодку, так еще и управлял ей в состоянии алкогольного опьянения. Ради обеспечения максимальной вместимости, убрал сплав средства элементы плавучести, которые в случае опрокидывания судна не дают ему утонуть. В прошлом году вот здесь прямо на нашей лодочной станции в 4 часа ночи лодка возвращалась. Вместо положенных 4 пассажиров было 8. Вот представьте, какая нагрузка была на маломерное судно, и оно при повороте, конечно, прокинулось. Все были спасательные жилеты. Самое интересное, что они находились в лодке, и никто их не одел. Вот и все. Когда начали перекличку делать, оказалось, что одного не хватает. Все, утром приехали водолазы, искали тут порядка 3 часов, ну, нашли. Человек был только женился, недавно еще даже детей не было. Именно спасательный жилет в таких ситуациях дарует право на жизнь. Поэтому инспекторы ГИМС строго следят за тем, чтобы рыбаки любители погонять на гидроциклах о нем не забывали. Если замечания не действуют, на помощь приходит законодательство. Понял, отец родной, все понял, как действует. А вы как будто не знали про это. Глянусь не знал. Конечно. Если мощность двигателя моторной лодки превышает 5 лошадиных сил, судовладелец должен иметь при себе полный пакет документов. Удостоверение на право управления судном, техпаспорт и техосмотр. Кроме того, на плавательном средстве должны иметься бортовые номера. Дело в том, что удостоверение мы тоже выдаем людям, которые приобрели маломерные суда с мощностью двигателя более 5 лошадиных сил. До 5 лошадиных сил, ну понятно, что там и не разовьешь сильно большую скорость, там и не такие маневренные качества на таком двигателе сильно не разгонишься. А уже свыше 5 лошадей, там уже двигатели очень серьезные, и серьезные скорости, и, соответственно, и последствия более плачевные будут. Так же, как те же гидроциклисты, которые думают, что если он разогнался и упал в воду, то с ним ничего не случится. А удар об воду на такой скорости – это все равно, что об асфальт. Штраф за отсутствие регистрации маломерного моторного судна сегодня доходит до 110 белорусских рублей. А за отсутствие прав на управление плавсредством, оснащенного двигателем, до 220. В случае, если судоводитель сел за штурвал под шофе, то он может запросто лишиться моторной лодки. Спасение отдыхающих – дело рук самих отдыхающих. Слегка перефразированное выражение как нельзя лучше отражает ситуацию, когда человек решает погреться под жарким летним солнышком вдали от охраняемых пляжей. В конце концов, каждый в ответе сам за себя. Другое дело, что такой логикой нередко пользуются преступники. Воровство на пляжах никто не отменял. И на территории неофициальных мест отдыха кражи встречаются гораздо чаще. Одним из наиболее ярких примеров, когда отдых на неохраняемом пляже обернулся для состоятельного гомельчанина рядом проблем, произошел летом 2015 года. Мужчина приехал к речке на дорогом кроссовере, а возвращаться пришлось пешком. Пока он купался, нетрезвый подросток, бессмысленно бродивший по пляжу, угнал его автомобиль. Парень прогуливался вместе с другом и случайно заметил, что из-под полотенца, которое отдыхающий оставил на берегу, небрежно выглядывают ключи от машины. И хоть далеко пьяный в стельку гонщик уехать не смог, иномарку он умудрился разбить. Заехал на бордюр клумбы, которая является центром перекрестка с кольцевым движением. Позднее преступника задержала милиция. В общественных местах характерно совершение таких правонарушений, как мелкое хулиганство. Если брать места масло отдыха у воды, то в прошлом году в отношении 181 гражданина составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. В этом году уже 18 граждан привлечены по данному виду правонарушения. Что касается охраняемых пляжей, то ежедневно, в предвыходные и выходные дни они регулярно патрулируются сотрудниками милиции. Правоохранители следят за порядком и особое внимание обращают на компании, в которых распивают алкоголь. В 2016 году более 300 граждан привлечены к административной ответственности за распитие слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах. В том числе, именно акцентируем внимание, вот это количество. Привлечено к административной ответственности за распитие спиртных напитков вблизи рек и водоемов. Значит, в этом году это уже 25 нарушений пресечено органами внутренних дел данных правонарушений. Случай с угоном иномарки скорее исключение из правил. В основном объектами наживы злоумышленников становятся сумочки, кошельки, банковские карточки, обувь и велосипеды. На пляжах, которые не оборудованы стоянками для велотехники, такой вид угона не является проблемой. А потом ищи ветра в поле. Поэтому милиция советует выбирать охраняемые зоны отдыха. Уровень воровства на таких пляжах ниже в 10 раз. Где провести отпуск летом – это личный выбор каждого. Главное, чтобы отдых был безопасным. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова